Я слышу хорошо, что шумов никаких нету. Ну, отлично. Ну, Жека, давай ты как ведущий нашей сегодняшней дискуссии. Для тех, кто не знаком с тобой, краткую историю. Я, конечно, понимаю, что кратко это рассказать тяжело. На что я тебя пытаюсь вывести, чтобы ты рассказал о том, как ты встретился с джиу-джитсу и на каком этапе ты находишься сейчас? Слушай, ну, это длительный рассказ. Очередной раз его придется повторить. Но в свое время я познакомился, ну, в целом, в силу того, что я всю жизнь являлся фанатом, будем говорить так, единоборств, как это так сложилось. И в свое время мне посчастливилось поехать поучаствовать в 2002-м. Честно, не помню, то ли в 2002-м, то ли в 2003-м год. В двух турнирах по бразильскому джиу-джитсу. Значит, это был, ну, точнее, это был один турнир, но разделенный на два класса. Гии и ноу-гии, кимоно и без кимоно. И, соответственно, для меня тот стиль борьбы, который был там представлен, используя который спортсмены, выступающие там, нас раскатали буквально. Хотя я себя уже тогда чувствовал каким-то там якобы человеком, разбирающимся так или иначе. И нас абсолютно двумя пальцами, используя различные виды гард, там, надушение треугольником и так далее, собственно, разобрали. И вернувшись в Москву, я понял, что я хочу изучать это направление. Подойдя к своему тренеру во время очередной тренировки в партере, подойдя к своему тренеру, я спросил, «Подскажите, а есть ли какой-то вид борьбы такой, какой-нибудь там стиль паука или что-то такое?» Потому что я помню, что когда я изучал еще там когда-то такие традиционные виды, были там стиль журавля, стиль тигра, там, не знаю, обезьяны пьяные или еще кого-нибудь. Я думаю, а есть ли наверняка стиль паука? И таким образом я тогда прикоснулся просто интуитивно к понятию спайдергард. Я начал растягивать рукава своего оппонента снизу интуитивно буквально. И подхожу к тренеру, спрашиваю, он на меня посмотрел, как бы так, где дальше тренер выяснил. В общем, никакого стиля паука, тогда я ответа не получил. А как выяснилось потом позже, что есть спайдергард, и он вполне себе актуален именно в бразильском джиу-джитсу. И, собственно, в 2002 мы поучаствовали, потом в 2003-2004 году я наткнулся на видео Риксон Агрессии, так называемые, там были такие DVD-диски, или VHS-кассеты, я уже были тогда, это скорее VHS, я даже не помню. Значит, Чок, Рикссон Грейси, Чок, где он выступал, как раз где прайд развивался, так называемый, значит, и где он выступал активно, и там у него было какое-то несметное количество боев, и он практиковал йогу, закаливался в японских горных зимних реках. Ну, то есть это прям было так впечатлительно и круто. И многие как раз тренировочные аспекты, я тогда вот посмотрел в первый раз, что такое упражнение с резиной, как там вот резину на лоб цеплять и развивать, так сказать, вот эту стремительность входа, и в целом шею укреплять, и что такое дыхание, и что такое закалка, и что такое дух в том числе, да. И меня в целом все это впечатлила, вот эта вся культура, которую Риксон тогда демонстрировал. Ну, а всего того, что мы были здесь, и дотуда добраться было, и что-то как-то на другую планету слетать, и поэтому пришлось как-то это все внутри себя культивировать, изучать это все, искать какие-то возможные пути развития. Ну, и, собственно, вот с тех пор, до сих пор я двигаюсь, до сих пор развиваюсь, до сих пор ищу что-то новое, пытаюсь что-то, какой-то новатор. Ну, смотри. Эта история известная, мне каждый раз интересно, не хочется перевивать, но мы ограничены временем, а у нас там есть небольшая тема, направление. Сегодня, уже не сегодня, уже много лет прошло с того момента, как ты черный пояс, ты первый. И ситуация сложилась таким образом, что на данный момент ты опять первый. Первый, кто создает в России онлайн-школу, запускает. Расскажи, как это работает, как ты видишь, как это будет работать, как это должно работать, какие перспективы этого направления. Значит, начну с того, что запуск моего онлайн-проекта lineonline.academy, именно так звучит сайт, то есть не надо искать .ру или .com, просто .academy, lineonline.academy. И, значит, создание этого проекта, оно абсолютно независимо было от вот этой самоизоляции, вот этого коронавируса, вот этих всех обстоятельств. так просто сложилось, что одно с другим связалось. Но, значит, онлайн-проект подразумевал, естественно, наличие спарринг-партнера. И этот проект создавался исключительно для того, чтобы просто дать людям удаленным от Москвы, от крупных городов, значит, иметь, то есть дать людям возможность развиваться, дать людям возможность получать качественную технику и иметь обратную связь с педагогом, с мастером, с инструктором, иметь возможность с ним контактировать. Такое своего рода персональное занятие в онлайн-пространстве. Плюс эти все уроки – это не просто набор каких-то техник, это прописанный, сформулированный мной синий пояс, как мне кажется, что это такой достаточно жирный синий пояс, то есть там достаточный объем техники, это 220 техник, разбитые на 25 уроков, значит, включающие в себя 24 раздела, потом которые я буду классифицировать непосредственно, выкладывать как разделы, буду дробить. Но сейчас это 25 уроков, 220 техник, синий пояс, будем говорить так. Потому что человек, занимающийся и просматривающий какой-то видеоматериал, он должен понимать, с чего он начинает и к чему он идет, как и в любом этапе обучения. Ты должен от простого к сложному идти, должен видеть цель и видеть этапы этой цели, то есть так называемые страйпсы. Но занимаясь просто самостоятельно, это отчасти утопично, потому что ты не понимаешь, правильно ли ты все делаешь. А когда ты имеешь возможность задать вопрос, снять свое видео и отправить профессору, значит, то это вполне себе актуальная и интересная история. Я просто, будем говорить так, даю людям возможность развиваться. Ну и естественно, чтобы это не было альтруизмом, потому что, ну, если кто видел, вы увидите, что там достаточно высоко планка задрана, будем говорить так, что там достаточно качественный материал, и, конечно, это все можно как-то монетизировать. И, собственно, мало кто, вот я так скажу, что все знают, что такое синий пояс. Все, как бы, ты знаешь, что такое синий пояс? Да, что такое синий пояс? Ну, синий пояс, это ты должен делать вот это, вот это и вот это. Но реально, вот кто вот так вот может, кто сможет сформулировать? Вот, Жень, вот что в себя включает синий пояс? Вот вопрос к тебе. Ты знаешь, для меня синий пояс – это, наверное, базовое понимание всех позиций. Но я свое мнение скажу. Для меня синий пояс – это базовое понимание всех позиций. По большому счету, там, человек, который не падает назад при толчке находясь в любой позиции. С одной стороны. С другой стороны, я знаю синих поясов, которые прикурить могут и черным поясам, не соревнующимся. Есть синие пояса, которые, там, свой пояс завязать не могут. Синий пояс – это человек, которому еще рано начинать преподавать условно, но он, там, имеет базовое понимание всего. Глядя на твою программу, я смотрю, она мне нравится. Выглядит очень структурированно, круто. Мы, допустим, с Максом недавно как раз обсуждали, касались темы твоей академии, да и в целом онлайн-обучение. Это очень круто, когда у тренера-преподавателя, неважно, как мы его называем, есть, ну, в основном у всех, там, кто имеет какой-то опыт, есть базовая программа, которую он дает, там, начиная с полного нуля и продвигает чуть дальше в техниках. Вот. И если ученик пропускает какую-то тренировку, было бы классно, что он мог ее посмотреть в онлайне и, грубо говоря, нагнать. И вот, опять же, возвращаясь, глядя на твою программу, она очень круто структурирована, составлена для понимания, там, темы въезжания, грубо говоря, в джиу-джитсу, тебе не кажется, что, условно, такое онлайн-обучение обучение будет более продуктивным, нежели обучение даже в джиу-джитсу. Ну, вот, смотри, я отвечу на тот вопрос, который ты в конце задал, но предварительно на мой вопрос ты не ответил. А мне и не отвечу. И, к сожалению, не ответит никто. И даже черный пояс, преподающий, вот так вот. Ну, то есть, вот, приходите ко мне заниматься там, в секцию бразильского джиу-джитса. Ну, и как? Приходят в группу разные люди. Пришел КМС по самбо, пришел первый разряд пудзидо, пришел человек, который вообще в жизни никогда ничем не занимался, и пришел просто здоровый парень, который в Сибири рос. И, значит, и все они абсолютно разные. И надо же им, они же купили абонемент в Академию в любую, их же надо всех под одну гребенку примерно подгонять, но в то же время надо одному чуть одного уделить внимание, другому чуть другого уделить внимание, третьему вот это подсказать и так далее. Соответственно, общий уровень будет все равно разниться. То есть, так или иначе, синий пояс у всех будет разный. Понимаешь? И у одного ты спросишь, слушай, покажи мне вот этот переворот вот оттуда, а потом удержание и кимуру. И, в принципе, любой синий пояс должен это сделать. Но только, к сожалению, абсолютно не каждый синий пояс это сделает. Потому что они все плюс-минус борются, да, они борются прикольно, они борются на синий пояс, но вот так, чтобы реально он объяснил, из чего состоит черный пояс, и даже черный, из чего состоит синий пояс, и даже любой профессор и мастер от урока к уроку не сможет сформулировать это. Так вот, в течение последнего, в течение предыдущего года я так не торопясь, будем говорить, так, создавал эту программу. Я ее писал, сформулировал, структурировал, постоянно возвращался к каждому уроку, анализировал, потом добавлял что-то или там убирал что-то сложное и на основе этого записывал видео. После этого мы это монтировали, я накладывал закадровые комментарии, потому что именно закадровый комментарий дает ценностную картину, потому что это выверенный закадровый комментарий, это уже, будем говорить так, то есть ты смотришь тот материал, который ты даешь, и ты его объективно, как тебе сказать, и ты его целостно и точно формулируешь, и ты даешь точную формулировку действий без каких-то там и, у запинаний, а ты, значит, четко все это дело структурно объясняешь. И человек смотрит, когда урок, у него складывается пазл, он смотрит видеокартинку, он слушает аудиокомментарии, он видит текстовую программу, и он имеет обратную связь. Четыре важнейших фактора. Что мы видим, соответственно, на YouTube-канале? Ну, условно, ты можешь там, сейчас же полно всякого материала этого, программы нет? Нет. Сформулировать ты можешь? Не всегда. Английский язык ты отлично знаешь? Не всегда. Живешь ты в Перми, и тебя есть, кому вопрос задать на тему этой техники? Нет. И так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, ты уверен, что тебе нужно смотреть, например, я не знаю, там, Гогоплату или там Делариву, либо, я не знаю, бросок через бедро, либо спину с колен, либо зацеп ноги? Кто знает, что ты должен смотреть, начиная изучать бразильское джиу-джитсу? Мало кто это знает, кто вот так с нуля пришел, говорит, я хочу изучать джиу-джитсу. И как он в YouTube будет ориентироваться. Здесь же я как раз даю возможность людям заглянуть туда, где от простого к сложному. Если ты посмотришь мой первый интро урок, так сказать, ну, вводная часть, да, там мы как раз страховки, креветки, соло-дриллс немножко, значит, потом какая-то техника в стойке, в паре, потом уже там какие-то вещи. То есть первый урок, это он самый длинный, причем урок там, по-моему, 10 или 12 минут он идет, но это самый длинный урок, я в остальные уроки гораздо короче. Но в целом все равно каждый урок информативен. И вот мне буквально уже вчера люди стали, вот те, кто купили несколько уже курсов, и они стали мне присылать, то есть прошло какое-то время, там неделя-две, и они стали присылать мне свои домашние уроки. И вот у меня сегодня на день расписан на то, чтобы им отвечать, возможно, даже отправлять им какие-то видео. Я уже вчера успел посмотреть, там человек реветочку делает, и он, у него ноги вылетают, выпрямляются ноги, и они у него отлетают вперед. И таким образом он неправильно в общем делает, чтобы ноги все время контактировали с татами. Ну и так или иначе, там много еще разных моментов. Ну то есть, понял, да? То есть человек идет в простолок сложном. Помимо всего прочего, нет такого, что я гарантирую, я нигде об этом не говорю, что ты такое купил, у меня этот курс, сразу я тебе по почте с ним поезд прислал. Но естественно, это не так. Все меня знают, все знают, что получить, чтобы у меня поезд, как бы, нужно действительно постараться. Я сам практик, я не теоретик, я сам всю жизнь борюсь, и до сих пор борюсь, и не упуская возможности с любым квалифицированным парнем, пришедшим, побороться. Это такой челлендж, всегда для меня вызов. Видео старого Таиланда ты выложил опять. Я посмотрел, конечно. Что ты говоришь? Красиво это. Старое видео, я не помню, откуда, ой, сколько ему времени, из Таиланда. Потому что ты ешь в Таиланде. Вот недавно ты выкладываешься. Ну да. Вот. Красиво. Вот. Собственно, и что я хотел сказать? А, и это 25 уроков, а уроки открываются раз в неделю. То есть это 25 недель. А 25 недель, если посчитать, то это почти полгода. То есть это полгода целенаправленного, постоянного изучения технического объема с обратной связью. И, то есть человек мне присылает видео, абсолютно не факт, что я приму это видео. Ну, в смысле, я его приму, но я его не зачту, будем говорить так. Я его зачту тогда, когда человек действительно качественно сделает. И, ну, то есть это реальная работа, я считаю. Не каждый повторит то, что ребята вот эти онлайн повторят. Это, во-первых. Во-вторых, ну, люди же много, у нас же потрясающее наследие традиционных, видов борьбы. самбисты, джудаисты, по всей России очень много, вольников и так далее, которые когда-то были самбистами, джудаистами, вольниками, а сейчас решили, как бы сказать, воодушевившись, увиденным, да, и современными тенденциями спорта, да, так сказать, или где-то увидевши бразильское джиу-джитсу, хотят развиваться. И у них уже есть двигательный навык, они умеют там какие-то вещи делать, им просто нужна некая специфика. И, конечно, они тоже будут быстро развиваться в этом направлении. По сути, я просто даю возможность людям развиваться в это все. Как я это делал оффлайн всю жизнь и сначала, вот так сказать, моей тренерской спортивной карьеры, так и сейчас, почему нет. Просто сейчас больше появилось, гораздо больше инструментов возможностей у людей. Мы сейчас с тобой сидим в эфире, в изоляции, и при этом можно спокойно обсуждать любые темы. Ты мне можешь что-то, что хочешь показать, я могу тебе что-то, что хочешь сказать, там, вот смотри, вот тут ногу подвинь, а там руку подвинь. Разве это не будет полезной для тебя информация? Конечно, будет. Поэтому, почему не пользоваться этими инструментами современной действительности? Смотри, как ты думаешь, эта тенденция станет трендом? Насколько сейчас много будет открываться онлайн-академии? Будут ли люди пытаться копировать? Будет ли там что-то на таком? Ну, здесь как бы сказать, как сказать? Ну, это здоровая конкуренция. Понятно, что рынок пока еще суровый в этом, аспекте, но вот кто будет делать, кто будет делать качественный продукт, имея на это право, я даже больше скажу, тот и будет, ну, как сказать, ну, понятно, что много факторов, там, да, привлеченные инвестиции, качественный продукт, определенные шаблоны, там, качественная платформа и так далее, и так далее, там, нужные материалы, я не знаю, много аспектов, да, там, я достаточно глубоко живу, эту историю погрузился, и я, в принципе, живу сейчас этим мыслями, но это в том числе по причине того, что я являюсь фанатом этих единоборств, и я понимаю, что обстоятельства нас загнали в эту изоляцию, закрыты залы, и в то же время мы не имеем права выпадать из этого течения, вообще в целом, из популяризации, джиу-джитсу, из поддержки наших учеников, и там, и так далее, и поэтому нужно использовать любые инструменты, чтобы эти инициативы и обучение продолжать, понимаешь, ну и вот по сути я этим и занимаюсь, потому что я понимаю, что сейчас в течение полугода минимум вряд ли какая-то реальная оффлайн-активность возобновится, но имеется в виду, что залы-то, может, и будут открываться, но люди будут бояться в них идти, многие, ну там, не знаю, одинокие, так, у меня почему-то обрыв, не знаю, что у тебя, я думаю, он сейчас вернется, так, куда бы нам быть, ап, Леонид с нами, так, мы снова здесь, да, что рассказать, вы спрашиваете, рассказать, а, вот, Леонид все вернулся, я сидел на солнце, я расскажу, что случилось, сидел на солнце, и, значит, айфон показал мне три буквы SOS, значит, потому что, якобы, температура поднялась какая-то очень высокая, и поэтому он отзаблокировался просто, вот, всем видно меня, друзья, видно, слышно, все нормально? Да, видно отлично. Отлично. Собственно, ну вот, примерно так, по поводу онлайн-развития. Смотри, там, там задали ребята вопрос, кто-то задал, если это МСМК под дзюдо, это синий пояс под джиу-джитсу, в принципе, вопрос уже... Ну, да, конечно. Задавали его тоже много раз. Ну, да, я бы так сказал, что, вообще, тенденция такая, что, безусловно, человек, который, ну, естественно, имеет потрясающий такой уровень, как МСМК под дзюдо, например, или МСМК, там, по самбо в том числе, то, конечно, он обладает всеми позиционными... Короче, конечно, он синий пояс, потому что он знает, что такое кимура, рычаг, я не знаю, там, удушение, позиционные контроли, бросковая техника, конечно, да. Скажем, он не пурпурный пояс, по причине того, что он просто не обладает знаниями таких сложных видов гар, как, не знаю, ну, то есть он может абсолютно не владеть навыками, там, Спайдергард или Деларива, или там Бутерфляй, естественно. Но если он тот же МСМК под дзюдо Портовик, например, да, вот, то есть он любит партер, то ему эти вещи многие знакомы, ему знакомы, как правило, знакомы Бутерфляй, я боролся с МСМК под дзюдо ребятами, и они, ну, особенно теми, кто любит, значит, партер, то, да, конечно, они даже на пурпурный пояс могут вполне себе тянуть, потому что, ну, там, коррекции какие-то там минимальные, и, в принципе, да, плюс-минус, естественно, да. Они просто правила, я не знаю, но уверенность. Они, ну, правила отличаются, да, то есть они могут не знать чисто формулировки какие-то, там, я знаю, sleep advantage, там, я не знаю, penalty, вот эти все вещи, там, на что обратить внимание с точки зрения преследования, там, именно соревновательной практики, но плюс-минус месяц занятий, и, конечно, да, МСМК под дзюдо, он через, там, два месяца занятий, ему можно пурпурный пояс давать. Ну, это, я уверен, что ты помнишь, еще на беговой ребята занимались, Андрей и Серега, два брата, ну, Андрюха занимался у Али больше в кимоно, а Серега такой здоровый, ты там с ним еще периодически зарубался, крупный парень такой ходил, в науги он только оставался бороться. Ну, и что, что, ну, возможно, да, ну, ну, вот, они, я так понимаю, заниматься начинали вместе, но Серега особо, там, по технике ничего не делал, он просто был настолько сильным, мощным, он там всех раскрывал, прижимал, делал человеку больно, просто там давил куда-нибудь, вот, и ему было по барабану, там, у кого какая-то доларива, ну, ну, я, насколько знаю, он там извольный, пришел, откуда. Слушай, ну, много ребят, на самом деле, конечно, через Академию прошло, и, ну, кого-то я прям, ну, действительно помню, а, ну, кто-то просто бывает, выпадает, если бы ему говорят, так, из памяти моей, а, ну, при том, что, ну, при этом, я помню, ребят еще, кто первые со мной начинали, такие, как, там, Серега Журавлев, там, Леша Мелков, Дима Юндалов, это ребята, которых даже мало кто, вот так сейчас, из сообщества, знают, но при этом они все и выступали, и по джитсу, и по Пагратиону тогда еще, когда я еще по Пагратиону дрался, они также дрались, и сейчас в эфире у, был эфир Даут, Мага, Шамс, и, как же зовут-то, Загид, 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 значит, и они как раз проводили эфир, они вспоминали, вот, что, Даут вспоминал, что мы начинали, что мы на Бабушкинской занимались, и, значит, и вот там был, был Леха, Леха, а Мага подсказывает, Журавлев, Леха, а это был не Леха Журавлев, а это был Леха Мелков, и Серега Журавлев, то есть, то есть, просто, видишь, с вами есть эти люди, да, но, как бы, немножко они, но это все классные ребята, они до сих пор сейчас там тренируются, они все атлетичные, и они все имеют определенный бэкграунд и базу, вот, а ты, ну, то есть, а ты, наверное, имеешь в виду Репина Серегу, который, ну, из Пятигорска, да, 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 он просто сейчас видишь, он уехал, вот, а так, да, он долго занимается, и он, да, очень сильный парень, всегда с удовольствием его встречаю, и с ним борюсь, да, конечно. Смотри, так, Лень, ну, давай ответим на вопрос, как ты думаешь, кто выиграет, Амиров или Бекрёв? Слушай, ну, и, конечно, я, естественно, считаю, что выиграет Бекрёв, в силу того, что я принимаю участие в его подготовке, его тренирую, и вкладываю с него, и в целом, мы друзья, и, ну, как бы, иначе никак и быть не может, вот, я, будем говорить так, ну, я, конечно, осмотрел бои Амирова, и он тоже парень не подарок, естественно, большой профессионал, и, безусловно, мы готовимся, и готовились, и готовимся под него, да, но сейчас такие обстоятельства, что, честно, у меня сомнения на тему каких-то предстоящих поединков в ближайшее время, вот, но у Димы есть сильные, масса сильных сторон, а те стороны, которые, как многим кажется, они не соответствуют, там, чему-то, то, поверьте, они соответствуют всему, что нужно, и он, он развивается, он большой профессионал, и у Димы есть очень ценное качество, и заключается оно в дисциплине, в дисциплине, и, в точном исполнении тренерских наставлений, потому, что он ценит то внимание, которое ему уделяется, и, конечно, он понимает, что, что тренерский состав работает над оптимизацией его каких-то отстающих разделов, будем говорить так, он это ценит, и он с вниманием к этому относится. Я Диму достаточно давно тоже знаю, наверное, с ним, ну, хотя, я не знаю, когда познакомился, но суть в том, что, когда я с ним познакомился, он еще не был настолько топовым бойцом, он где-то там выступал, дрался, да, но далеко не топом был, он очень вырос, как начал с тобой, вот именно стабильно заниматься, я не помню, с кем этот бой был, когда он там чудеса из Халгарда творил, это, ну, он в грэплинге был скучным, он всегда был скучным в грэплинге, он там, как-то, скованно боролся, а тут, а я с ним как раз перестал тренироваться, я с ним одно время постоянно тренировался, а потом у нас разрыв был, и после этого боя я пришел такие вещи показывать стал. В стойке-то он всегда был хорош, во-первых, я не знаток ударки, я там не знаю. Слушай, вот тут ребята задают вопросы, надо поддерживать их активность, и вот как раз вот Абитов, Абитов Ти задает вопрос, какая из современных техник вам близка, что скажется насчет Лапелгарда. Ну, я так скажу, безусловно, человек среднего веса, безусловно, Лапелгард имеет мощные свои стороны, особенно в контексте соревновательных этапов в дисциплине бразильская джиу-джитсу, но если мы говорим о джиу-джитсу как о прикладном аспекте, как о, не знаю, как о части поединка ММА, то, конечно, Лапелгард не актуален. Плюс, естественно, Лапелгард мы воспринимаем все-таки как действие для того, чтобы завязать противника, сделать слип и, так сказать, развиваться именно в контексте Абит-Джефф правил, будем говорить так. Но если человек берет Лапелгард, то его руки очень сильно заняты, и вот этот сетап подводящее упражнение, подводящее действие под какой-либо слип, он может, к сожалению, противник, находящийся сверху, может в этот момент разбить нижнего противника. То есть я всегда джиу-джитсу воспринимаю как средство, будем говорить, так как защиты, так и тотального доминирования и контроля в контексте именно поединка, в контексте ударной в том числе техники. Безусловно, можно отбросить все это и просто бороться в кайф, что называется, используя бразильское джиу-джитсу на Абит-Джефф правилах и так далее. Но всего того, что мои навыки в том числе и с профессиональными бойцами, я тоже много на эту тему говорю и тренирую много кого, я сам много с кем борюсь. И вот я отвечаю на еще вопрос по поводу стиля борьбы. Я люблю такой стиль борьбы, доминирующий, когда ты, ну то есть, когда есть прессинг, когда есть позиционное доминирование, когда есть возможность как защититься от любой ударной техники, так и нанести эти сокрушительные удары. И там в том числе UFC и любые ММА-поединики это подтверждают мои слова. Если мы говорим только о контексте Абит-Джефф Рулс, свип, свип, адвентаж, там, пеналти, вот эта вся история, то, конечно, Лапелгард более чем актуальный, естественно. Недавно смотрел схватку Кинна с Мерегалей, по-моему, 20-го года, но я не буду. В общем, Мерегалей прессовал Кинна всю схватку, он его жестко сдавливал во все стороны, Кинна на эту схватку выиграл. Взгляд Мерегалей, как его Кинна бестил. Ну да, это раздражает, я согласен, вот эти вот Лапелла, да, вот эти ворнгарды, это такая, видишь, ну как бы, раздражающая, я согласен, да, вот там вопрос тоже еще был по поводу техники для спорного веса, я бы сказал так, что я просто выделил бы людей, которых, ну то есть средний вес бывает разный, бывает средний вес гибкий, пластичный, там ноги, обе ноги может за голову засунуть, а бывает средний вес коренастый и плотный, да, там как тот же, там не знаю, Амиров или, ну хотя, ну точнее, как тот же Бекрёв, например, да, и поэтому нужно изучать техники, антропометрически подходящие, смотреть тех бойцов, которые антропометрически подходящие, похожие на вас, скажем, мне нравится Лукас Лепри, мне нравится этот самый Крон Грейси, не знаю, ну хотя в то же время мне нравится Кабриния, но, ну то есть такие вещи, да, то есть просто смотреть вот людей, которые близки вам и по духу, и по стилю, и по давлению, вообще в целом, по рисунку, вот так, вот Гамит, 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 спрашивает, Гамит, самый лучший грэплер из России, на твой взгляд, грэплер из России, ну, я говорю о тех, кого знаю, я говорю о тех, кого знаю, и, значит, я считаю, что это мага Абдукадыров, это, я не знаю, ну, 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 мага Абдукадыров, вот, скажем, из житеров, мне Алишка, Али Магомедов нравится, потом, мне нравится Юсуп Садулаев, как борется, потому что, опять же, стиль такой, да, это быстро, это тотально, это сразу быстро принять решение, это хорошая бросковая техника, это позиционный контроль, это скоростная борьба, это хорошие сабмишины, у маги Абдукадырова тоже такой прессинг постоянный, то есть, мне нравится такая борьба, ну, это вот мое мнение, будем говорить так, из житеров, мне нравится, конечно, технический объем у Алишки Баговудинова, мне нравится, кто еще там, я не знаю, ну, как-то так, давайте так, ну, конечно, Беларов Абдурахман, ну, много кто, там, из старой гвардии, будем говорить так, Гафуров, мне нравилось всегда, ну, Багов просто очень мощный и сильный был, всегда, как Греплер, да, будем говорить, там просто функционал и физика такая страшная, что даже технически, как бы сказать, объемный аспект там не всегда был так важен, как вот именно вот этот прессинг и давление, хотя, естественно, Багов, да, тоже сильный был всегда, технически оснащенный парень. Так, Рогов Павел, что скажете об анонсе на Копу Польта, Абдухадыров по грепплингу, считаете ли, что это честно выходить Блэкбелту против синего? Слушайте, ну, вызов, это же как, ребята там немножко оторвались от реальности, один из моих комментариев, который я отправил Маге, когда он выиграл этого парня, значит, я сказал, что, слушай, приземлил ребят немножко на место, а то они там думают, что они все такие волшебные бразилы, и вот он там вообще никого они там не замечают, и кинули вызов как бы одному из топовых наших российских грэбблеров, там, джитсеров, да, ну, естественно, ну, окей, вызвали, поеду, съезжу, а что нет? Он приобрел опыт определенный, любое такое мероприятие, любой такой крупный ивент, это опыт для спортсмена и для Маги, он поехал, его пригласили, я не знаю, там денег, не денег, там каких-то давали, не давали, но он приобрел опыт, как минимум, поборовшись вот в этой всей ситуации, потому что вот это своего рода стресс, своего рода подготовка, как бы какой-то объем техники, опять же, выступающий на таком уровне тот же синий пояс, вот этот парень, да, там синий он или пурпурный был, я уж не помню, но все равно это оппозиция, все равно там этот синий или пурпурный пояс, он борется с черными поясами и со многими черными поясами на их уровне, будем говорить так, и тут он такой оторвался от реальности и Магу вызвал, поэтому, и думал, что, что как бы мы тут такие отстаем, знаешь, от мировой тенденции, будем говорить так, мы такие не тянем против них, типа, иди сюда, Мага Абдул-Кадыров, но Мага приехал, воткнул его там под татами, загнал его и, собственно, и задушил, по-моему, да, вот, ну и, собственно, я Магу с этим и поздравил, поэтому, что называется, надо знать свое место и, ну, не развивать рот, как бы сказать, пока еще не созрел, будем говорить так, поэтому так. Ну, это не первый пример, он, Ник Родригес встретился с Тайборгом и уже, наверное, на таком уровне говорить о каких-то поясах, когда ребята не ставят себе акцент на химоно, возможно, возможно, просто не пришло время, все равно, как бы ты круто не боролся, какой-то временной промежуток ты должен провести, чтобы тебе этот пояс. Потому что вот Гамит опять вопрос задает по поводу Хабиба. Очередный вопрос. Все видят, смысл перечитывать нету, но, в общем, вопрос про Хабиба, что особенно он в этот момент и подметил. Ну, значит, мне периодически скидывают эту схватку, кто-то там комментирует, как бы сказать, отношусь к этому спокойно, потому что это было очень давно. Старая старинная схватка, я ни в коем случае не хайпую на эту тему, будем говорить так, это слово современное. Вот. Я что хочу сказать, что Хабиб на тот момент уже хоть был и молодым спортсменом, ему тогда там 19 лет было, и он уже тогда, будем говорить так, звездно выступал и по боевому самбо, и по панкартиону, и уже тогда был таким, ну, как бы сказать, очень ярким представителем этих видов. И, насколько я помню, они готовились, Мурат Мачаев, Хабиб, и там, по-моему, Шамиль Завуров тоже там был, и вот они готовились на турнир по боевому самбо, или по самбо, по-моему, по боевому самбо, какой-то был, то ли Россия, то ли что-то, его отменили. И они, вроде как, ну, они в хорошей форме, вот в Москве, и тут они увидели, что есть турнир по грэпплингу, и, собственно, приехали, заявились на него. Таким образом, наполнили, в том числе, добавили, будем говорить так, и так, на тот момент, значительные весовые категории, потому что там были ребята из Кабардино-Балкарии, и там, ну, с Кавказа, со всей России люди съехались, и там Юра Черни, там, Даут, ну, я про свою категорию. То есть, в моей категории был Юра Черни, Даут, Мурат Мачаев, Хабиб, я, не помню сейчас, как парня зовут из Кабардино-Балкарии, очень сильный парень из аллигатора клуба. Вот, то есть, такая была там, сетка, ох, какая лютая. Вот, ну, так сложилось, как сложилось, будем говорить так. Вот, и в схватке с Хабибом, как мне кажется, что на тот момент, просто я немножко тактически, правильнее подошел к схватке, и, будем говорить так, разрушал какие-то его попытки борьбы в стойке, ну, и, как бы сказать, сам иногда имитировал, иногда делал проходы в ноги, таким образом забирал инициативу, будем говорить так, сделал проход какой-то, потом там, там схватка, по сути, вот этот мой выигрыш, там, по сути, там, замечанием, каким-то баллом, вот, но, да, было, было, конечно, противостояние, были эмоции, болели за меня, ползала болела, за Хабиба ползала болела, вот, вот, ну, в той схватке руку подняли мне, и я считаю, что заслуженно, и по правилам Одессии, это действительно так, вот, но Хабиб, естественно, проявлял и лидерские качества, и очень круто боролся, и на тот момент, будучи молодым спортсменом, он уже имел такие стабильные навыки, стабильное, ну, как бы стабильное мастерство, которое показывал в этой схватке. Мне на тот момент уже было, сейчас скажу, 28 лет, по-моему, или 28, или 29 лет, да, я тогда еще активно занимался тайским боксом, и был глубоко уже погружен в бразильское джиу-джитсу, вот, собственно, ну, и поэтому так, ну, и мне было интересно, потому что мы на тот момент проводили, турниры по грэплингу и джи-си-си, и мне самому было интересно выступать по этим правилам, и поэтому, я две недели побегал, готовился к этому турниру, две недели бегал в лесу, набарывался, дрилил, и, собственно, и решил выступить на этом турнире, ну, и вот такой результат, отлично, супер. Юра, вот вопрос задает, Берг Бич Джей, значит, вопрос задает, где сейчас Юрий Черней, очень круто боролся, может кто знает, как-то в эфир я выходил, и Юра, как-то я выходил в эфир, и Юра, значит, был вопрос о том, какие грэпплеры, вот, что называется, остались, запомнились, и так далее, и я как раз отвечал, перечитал ребят, и, значит, какой-то человек пишет, ну, вот Юра Черней тоже вот оставил, как бы, отпечаток, я говорю, да, да, Юра Черней, конечно, да, я действительно помню, как он круто и классно боролся, и он прям действительно оставил след истории, и был звездой тоже своего рода на тот период, и оказывается, это он и писал, и я более, конечно, внимательно поговорил бы с ним, я просто не увидел, не прочитал, что это он и писал, и поэтому, Юра, если ты здесь в эфире, тебе большой привет, вот, и я надеюсь, что у тебя все хорошо, но я где-то, по-моему, натыкался, видел, он там занимается преподавательской деятельностью, по-моему, тоже что-то где-то тренирует, как-то так. Тут задали вопрос, когда, по твоему мнению, залы откроются, я немножко этот вопрос переформулирую, потому что нам присылали в редакцию, как ты видишь правильный выход из этой ситуации, то есть, ну, я допускаю, что не все ребята дома как-то тренируются, что-то там делают, вообще ведут какую-то физическую активность, на залы когда-нибудь откроются, и, ну, неизбежно придется возвращаться, не придется, те, кто захотят, все вернутся. Как правильно выстраивать тренировки? Я бы начал с того, что, что, во-первых, я понимаю, что это действительно значительный удар по, по, вообще, залам, по каким-то таким вот массовым мероприятиям, по, по, такой активности и с точки зрения бизнеса, и с точки зрения вообще популяризации, и многие люди, как я уже говорил, будут просто бояться собираться в большие группы, и поэтому начнется все с того, что скорее это будет такой, для начала, мини-формат, то есть люди будут просто, как бы, будем говорить так, убеждаться в том, что там тот или иной человек был на карантине, и вот давай встретимся, поборемся, уже невозможно сидеть, собственно, собственно, что сейчас происходит у меня дома в гараже, то есть вот мы сегодня занимались с Андреем, значит, он снимает у меня здесь дом рядом, здесь же недалеко у меня Денис Гусев живет тоже, и у всех дети, и все на карантине, и вот мы сегодня втроем боролись, то есть Денис Гусев, бодибилдер, заслуженный, Андрей Сущик, тоже спортсмен, бизнесмен, и такой фанат, тоже единоборств, значит, и вот мы, собственно, боролись, вот с этого и начинаем, там, в какое-то ближайшее время кто-то еще присоединится, в ком мы будем уверены, что он там соблюдал, или там дисциплину какую-то соблюдает в контексте изоляции, да, потому что, ну сейчас, то, что происходит, ну, в стране, и в целом, и в Москве, и вообще в крупных городах, конечно, ну, ужасно, и действительно люди болеют, там, эти всякие, теории из-за города, теории вот этих, я, как бы, все все читают, все все слушают, все самые умные, и так далее, но при этом, все равно люди болеют, все равно, как бы, старики умирают, и там, на Кавказе, что происходит тоже, в общем, ничего хорошего, и поэтому, конечно, нужно изолироваться, нужно соблюдать дистанцию, нужно действительно мыть руки, действительно, как бы, проявлять благоразумие, мы говорим так, в этом аспекте, и именно поэтому, люди не сразу побегут в залы, именно поэтому, не, конечно, отморозки, да, давай бороться с толпой народа, да, вот, но люди аккуратно будут выходить из этой ситуации, и, тем более, это летний период, да, то есть, люди, сейчас, и в обычном режиме летом собрать людей невозможно, а сейчас, после этой вот, абсолютно, изоляции, будем говорить так, без поддержки государства, то есть, люди, многие потеряли работу, кто-то просели, кто-то там думают о ипотеке, кто-то в долги влез, и многим людям просто не до, не до тренировок, все, все по-разному это переживают, и, я не знаю, эти вот все факторы, которые я перечислил, они могут очень, значительно ударить по, по академиям, по залам, и так далее, больше того, арендаторы, многие, не могут договариваться с собственниками помещений, собственники, многие не идут навстречу, типа, у собственника же, какое отношение к арендатору, он хозяин, а арендатор сегодня один, завтра другой, понимаешь, то есть, ну, я понимаю, что из этой ситуации многие не выйдут, просто некоторые залы уже не открыли. Я говорю, особенно крупные залы, которые как-то там, за счет собственной инициативы, за счет собственного фанатизма, там, вложенных средств, привлечения инвестиций, они держали большие крупные залы, и они сейчас, многие очень сильно, ну, пошатнутся, и пересмотрят вообще свое отношение к этому бизнес-проекту, так или иначе, либо они переедут в какое-то более маленькое пространство и помещение, либо им придется просесть в контексте предоставляемых услуг, ну, то есть, у них до этого было, например, было там 3-5 девочек-администраторов, они предлагали чай и кофе, а здесь им придется, значит, оставить одну девочку-администратора, и никакого чая и кофе, вообще, возможно, даже не будет рецепшн, то есть, как бы, пришел там, условно говоря, пошел тренироваться, как в старое доброе время. Ну, короче, то есть, все будет абсолютно в ином формате. Благо, если кто-то откроется и как бы найдет себе силы и привлечет какие-то средства, я не знаю, договориться и коммуникацию какую-то гиперпроявит в общении с собственником помещения, не знаю, ну, в общем, все очень так непросто это будет. Как обстоят дела в своей академии? Поддерживаешь ли ты как-то связь со своими ребятами? Возможно, у тебя ведутся какие-то... Ну, конечно, мы общаемся, там, созваниваемся, смски, как дела, там, какие-то аудиосообщения, но все равно все на изоляции, кто как переживает, значит, кто-то в долги влезает, кому-то мы зарплату выплатили, значит, ну, там, то есть, еще пару человек нам нужно... То есть, мы, естественно, всем выплачиваем, ну, выплатили, да, то есть, которые работают люди провели, провели занятия, конечно, мы всем заплатили за их работу, осталось там пару человек, кому надо заплатить, но мы-то тоже, у нас прихода нет никакого, мы тоже не понимаем, как это платить, как и все остальные люди, да, естественно, и поэтому приходится какие-то альтернативные варианты не придумывать даже, они и так запланированы были, да, вот, онлайн-академия, чтобы были какие-то еще там сторонние доходы, потому что вообще фитнес-индустрия и индустрия единоборств и вообще какой-то такой двигательной активности, и там, то есть, весь тренерский состав, все люди, которые в сфере услуг работали, они все сейчас, ну, не понимают, собственно, как им работать и чем зарабатывать дальше, и поэтому даже тренерам я предлагаю вот выгодные условия для того, чтобы размещать на моей платформе их курсы, и со своими ребятами я поговорил о том, чтобы они писали программы и начали создавать вот эти курсы, которые мы будем реализовывать и с возможностью для студента, ученика, иметь обратную связь с педагогом, с его куратором, будем говорить так, с профессором, с мастером, и, соответственно, сейчас люди, ну, во всяком случае, ребята мои, с кем я уже поговорил, они пишут эти программы для того, чтобы вот создать этот курс и его реализовывать и иметь обратную связь с студентом. Каковы тенденции вообще в джиу-джитсу, как ты опять же это видишь, что-то изменится или все останется так же, как и было, но в конце концов там угроза спадет, какие-то ребята вернутся в зал, а какие-то не вернутся. В конце концов, будут ли в каждом зале стоять эти санитайзеры, будут ли ребята обращать семья и там в вену, вот, оглядываться на каждый чех, или все плюнуты? Слушай, но санитайзеры, безусловно, санитайзеры сейчас необходимы, нужно постоянно мыть руки, следить за гигиеной, значит, ультрафиолетовые всякие лампы, но там в том же джеме, это клуб, который для нас стал домом, и там всегда были эти ультрафиолетовые лампы, и всегда ребята и руководство джемов всегда очень внимательно к этому относились, к гигиене, значит, и вообще в целом к услугам, да, будем говорить так, и там сформировался очень крутой тренерский состав, и все друг друга поддерживают, и реально крутой коллектив там сложился, в том числе ФСА, Файнинспортарцакедеми, на Кожупской, который клуб стал известен своими днями борьбы, потрясающими абсолютно, где Мага Абдулхадыров тренирует, в том числе периодически, где я приезжаю открытые тренировки, провожу иногда, и на дни борьбы приезжаю, Леша Дмитриев, Саша Халимоненко, Тайцы, Камал Мурадов, Тайский бокс, то есть там, ну, крепкий, хороший коллектив, Алтын, тоже идет там крепким джиу-джитсу, ну, собственно, наши фериалы, они все классно были изначально сделаны, с душой, и поддерживались, и я уверен, что они также откроются, другое дело, что будет непросто, то есть нужно будет, конечно, преодолевать вот эти вот сложности с арендой, привлекать опять людей, то есть мы опять будем своими силами, без какой-либо, я говорю, господдержки, своими силами развивать опять это, ну, как обычно, все как обычно оставляют, то есть мы попадаем постоянно в какие-то обстоятельства, и опять все это дело тащим, 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 поэтому будем опять все это дело, ну, как бы вместе все это дело двигать, поэтому, ну, надо сказать, что сейчас такая тенденция, что, скажем, ну, лидеры направлений, черные пояса, или там, скажем, фриксы, да, в том числе вы, имеете в виду, что, то есть лидеры направлений и создатели трендов, они объединяются, и мы так или иначе выходим в эфиры, мы говорим о каких-то тенденциях, мы говорим свое мнение, высказываем, люди слушают, тоже, ну, как бы соглашаются, не соглашаются, но так или иначе мы поддерживаем вот эти настроения, и мы говорим о том, что все сделаем, все преодолеем, какие-то альтернативные варианты предложим, и это важно, и, то есть, там, Шам с Магой делают видеотрансляции, вот эти стримы, где мы тоже обсуждаем какие-то те же темы, и это очень важно, и как раз это круто, что мы начинаем общаться активно в онлайн пространстве, и создаем какое-то еще поле, где люди могут реализовываться, создаем какие-то еще дополнительные инструменты, где люди могут видеть эту нашу активность и таким же образом проявлять собственную активность, поэтому это своего рода примеры, и круто, что так происходит, что все друг друга поддерживают. Там задали интересный вопрос, я не знаю, видел ты или не видел, у кого бы из действующих преподавателей ты бы сам в онлайн? А, да, я приобретал этот вопрос. Я могу анонсировать, что, слушай, ну, нет, анонсировать пока не буду, увидите, но в силу того, что я создал эту платформу, я сейчас буду туда выкладывать в том числе и других педагогов, и преподавателей, и мастеров, и, конечно, мне интересно в том числе смотреть эти уроки, которые мы с ними вместе создаем. И, значит, ну, я, конечно, я сам люблю, я бы не сказал, что я кого-то по имени выделил бы, но я выделяю какие-то разделы, которые мне интересны. Я, например, смотрю и стыжу за карьерой, не за карьерой, а я подписан на Белоглазова, олимпийского чемпиона по вольной борьбе. Короче, в целом, я люблю смотреть, братья Белоглазова, заслуженные мастера спорта, заслуженные люди в вольной борьбе. Я люблю смотреть вольную борьбу, я люблю стойку в целом. Я люблю болевые на ноги, леглокс, да, и, соответственно, я и смотрел, много, конечно, и обучал леглокс, не на все хватало терпения, как, например, Данахерский, Джон Данахер, обучал кида с леглогами. Значит, Крейг Джонс, естественно, Лахман Гиллс, конечно, ну, всех мы их смотрим, и смотрим эти обучающие видео, потом практикуем, изучаем там аспекты и нюансы. Ну, так, чтобы вот кого-то выделить, кто крут, мне Марселла Гарсия всегда нравился, я всегда смотрел то, как он показывает, что он показывает. Фабио Гургелл, я, собственно, начинал, один из первых дисков в DVD, который попался мне вот так вот в руки, это три диска Фабио Гургелла, 10 сипов, 10 сабмишинов и 10 гард пассов, и я его тоже смотрел много. Вот, ну, поэтому Роджер Грейси тоже очень классно объясняет простые вещи, четко работающие вещи, и когда мы приглашали Роджера Грейси, на семинар, это был один из первых, как вообще, ну, был Лусио Лагарто, вообще первый Бразил, который приезжал и проводил большой семинар, на котором много кто был, потом Монсон, потом Роджер Грейси, это все вот люди, которые в Лионе были, и это были большие массовые семинары, значит, и вот Роджер, когда приезжал, он показывал маунт, кросс-маунт-чок, он показывал Ахиллес, ну, там, я помню, были ребята-самбисты такие заслуженные, они говорят, ну, почему мы пришли на семинар Роджера, и они там с амбистом там что-то болевой Ахилл показывают, вот, ну, то есть, он ничего сложного не показывал, но он показывал это так, с такими деталями, с которыми, учитывая которые, ты используешь их, и в схватке они на 100% работают, и в этом есть, конечно, большое мастерство, большое искусство, преподать нужным образом, потому что одно дело, ты можешь классно это сам делать, но абсолютно не знаешь, как это объяснить, и какие ключи подобрать к своему ученику, поэтому. У нас остался один вопрос, там, задавали, и я его совмещу, опять же, с твоим вопросом, там спрашивали, кого из молодых, ребят, ты заметил, там, за кем, может быть, следишь, и как тебе вообще с сыном тренироваться, насколько ему интересно, вот, на эти вопросы. Я скажу, что сейчас просто в прогрессии кратно больше молодежи, талантливейшей молодежи, там, синих, пурпурных ребят, молодых, и их так много появляется, в Сибири, на Кавказе очень много появляется молодых ребят, даже москвичей, в том числе, ну, много появляется ребят, которые очень круто борются, и уже имея синие, пурпурные пояса, могут реальную оппозицию создавать, потому что, ну, кто фанатично относится к этому, кто смотрит постоянно обучалки, практикует, изучает, нарабатывает по много-много-много раз, там, есть там правило там 10 тысяч часов или там 10 тысяч повторений, да, и вот они там пару приемов и давай их точить, 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 и потом эти же приемы, конечно, они работают, они их настолько чувствуют и своевременно и филигранно исполняют, поэтому, конечно, это актуально. Ну, то есть, раньше было кратно сложнее, то есть, если раньше нужно было 5 лет потратить на какое-то там изучение какого-то материала, то сейчас человек на входе сначала, как бы сказать, он слышит нужные introduction, да, вот эти вот, как бы сказать, обучающие видео правильные смотрят, он, и у него есть возможность задать нужные вопросы своему педагогу, который вот у него здесь есть, там, не знаю, мне задать, Дауду, Маге Матиеву, Маге Абдулкадырову или Гошу Емельянову или Мишу Погодину, да, то есть, вот там, имена, которые я перечисляю, это все черные ПСА, Мага Матиев, по-моему, коричневые до сих пор, коричневые Мага Матиевы до сих пор, или уже черные? Да, соответственно, так, у нас 25 секунд, а что, уже час вы говорили, что ли? Да, да, два секунда. Более подходящая для ММА, вольная, джитсу, грэплинг, тайский бокс, бокс тоже как факультатив. Спасибо, пока, было приятно поговорить. Увидимся в жизни на интернете. Пока.